Ефросинь, помылишься? Сейчас споем, Царь Небесный. Царю Небесный, Утихшителю души истинной, И живи везде, Сын, И вся исполняя Сокровища благи И жизни подателю Приди все весяны, И очистены от всякие скверны, И спаси блажной Души нашу. Господи, благодарим Тебя за то, что позволил нам собраться, за то, что сохранил нас в течение прошлой недели и сохранял всю нашу жизнь, что Ты позволил нам снова прибыть в общении друг с другом. Господи, научи нас изучать Слово Твое, иметь жажду слов Твоих, и научи нас применять их в жизни, не забывать о Тебе в делах житейских, чтобы не заглушило нас, как терния. Тебе слава, Отцу и Сын, Сын, Тому Духу, ныне и пресняю веки веков. Аминь. Аминь. Спасибо. Спасибо, Христос. Спасибо. Итак, у нас 9 глава Евангелия Теана. У тебя 3 где-то, да? Нет, полтора. Полтора? Да, даже 1,25. Что-то плохо мне. Мне еще меньше вязать. Итак, с 1 по 2 стих. И проходя увидел человека слепого от рождения, ученики его спросили у него. Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Ни с того, ни с сего. Очень, очень сильная тема. Брат, благодарю тебя. Спасибо. Света мало у меня. Когда солнечное, я легко смотрю. Так. Толкование блаженного Феофилакта. Господь уходит из храма, чтобы укротить сколько-нибудь гнев иудеев. Ну, мы помним, они даже камнями начали кидаться в него, а попали в пустоту, потому что он прошел мимо них. Не время было его еще. Так же, как вспоминаем в Капернауме. Помните, они его завели на гору там. Ну, гору, понятно, там скалы везде. Чтобы его не звернуть. И вдруг он прошел, вышел, и они ничего не смогли сделать, потому что его не увидели. Ну, Господь иногда так затуманивает разум. Знаете же, да, что если Господь хочет наказать, то первое, что он делает, это он лишает человека разума. И все, и ты дурачок уже, и ты не знаешь, что плохой это человек, хороший, чем он тебя оскорбляет. Называется овощ у нас человек. Слюна у него может течь. Помните, как Давид у Анхуса? Его хотели как бы убить уже, а он начал пускать слюну по бороде написано. Ну, сумасшедших никто не любит. Ну, сумасшедший, что возьмешь с него? Поэтому Господь уходит от них. Они становятся, как дети, не понимают. Это чудеса, конечно. Боже, не знаю, у нас было такое, нет у кого-то? Не знаю. Ну, может быть, было. Сережа исцелился. Не, ну, это исцеление. Тут, когда на тебя гонения такие и так далее. Ибо как он мог согрешить прежде рождения своего? Вопрос такой стоит. Ибо как вот этот слепорожденный мог согрешить прежде рождения своего? То есть он виноват он в этом, что он родился слепым? Как они не могут понять? Апостолы, вероятно, не разделяли языческие суеверия о том, будто душа, прежде соединенная с телом, живет в ином мире и за грех, как бы в наказание, не сходит в тело. Вот какие были языческие представления. Кстати, мы сегодня о язычниках как раз читали. И почему язычники, если они ничего не знали о Христе, о истинной вере, то они судятся по своему языческому закону, который, конечно, соответствует закону нравственному Божьему. То есть как они добро творили, не творили, то есть видели несчастного человека, подали ему, не подали. Это у них тоже же есть и было. Иначе бы человечества давно не было. Небольшой рассказ. Не, подожди, стоп, надо читать. Будучи, будто душа так, это вообще, ну ладно, зададите, если что, вопрос. Будучи рыболовами, они ничего такого не могли слышать. Ибо подобные мысли принадлежали мудрецам. Ну, это правильно. Итак, вопрос кажется неразумным, но не для внимательного, не внимательного для своей души человека. Ибо знай, апостолы слышали, как Христос сказал расслабленному, вот, ты выздоровел, не греши же, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Евангелие Танны, 5 глава, 14 стих. Вот где корень этого вопроса сидит. Понятно? Запоминайте. Теперь, видя слепого, и недоумевают, и как бы так говорят, положим, что тот расслаблен был за грехи. Ну, что ты скажешь об этом человеке, то есть слепому рожденному? Он не согрешил, но этого нельзя сказать, потому что он слеп от рождения. Или родители его нельзя и этого сказать, потому что сына за отца не наказывают. Итак, апостолы в настоящем случае не столько спрашивают, сколько недоумевают. Вот в чем смысл. То есть, как бы они понимают, что, ну, конечно, мы грешники люди все, поэтому такое наказание Бог дал. А дальше, ну, недоумение, как все-таки интересно это. Слагать грехи отцов на детей ни в чем не виноватых, несправедливо. Это внушает и Бог через языки Иля. Да не будет у вас больше поговорки этой. Ну, это языки Иль говорит, к иудеям обращаясь от Бога. Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Языки Иль 18.1.2. То есть, они сами придумали это, евреи. А он говорит, нет, да не будет больше вами такой поговорки. Это неправильная поговорка и пословица. Нужно правильные говорить. А, допустим, такая есть, Бог-то Бог, а будь сам неплох. Я считаю, это неправильная поговорка. На Бога надейся очень можно. Да, на Бога надейся, а сам не плашай. Это неправильная поговорка. Придуманная людьми для отговорок себя, что они не ходят в храм и так далее. Я поняла. Ладно, все, стоп, подожди, потом начнешь. Поперек все, каждое слово. Подумай сначала немножко, потом начинай перечить. Изыки Иль 18.1.2. А через Моисея поставил законом. Да не умрет отец за сына. Второзаконие 24.16. Ну, то есть, понятно, сын грешит, а отец-то тут при чем? Он его воспитывал, если воспитывал, конечно. И дальше у нас сегодня, кстати, было интересно разговаривать. Исхода 34.7. То же самое. Открывайте. Кто не хочет? Давайте, конечно. Ты открываешь? Да. Ты что, открыла? Исход 34.7. Исход 34.7. Ну, тут 6. И прошел Господь пред лицем его и возгласил. Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий правду и являющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех, но не оставляющий без наказания наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Вот так. Отец непередающий будет этим детям тоже. Так в десяти же заповедях сказано, что... А если ребенок начнет сам законы исполнять, их исследовать и так далее, то все это, то что там отец был неверующий, это с него снимается. Отец сам по себе, он начал делать дело милосердия. В десяти заповедях же сказано, что наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Да, да, ненавидящих меня, правильно. Вот что значит читать слово Божие. И дальше толкование еще продолжается. Это приговор не всеобщий, сказанный не обо всех, а только о тех, видишь тут продолжение, мы торопимся, которые вышли из Египта. Потом смотри и на смысл приговора. В нем не говорится, что дети наказываются за грехи, совершенные отцами, но что наказываются за грех отцов, наказание переходит и на детей, когда дети совершили такие же грехи. Чтобы вышедшие из Египта не подумали, что они не будут наказаны тем же, чем отцы хотя бы согрешили и хуже их, потому что отцы-то и до этого не знали закона, говорит им, нет, не так, грехи отцов, то есть наказание, перейдут и на вас, потому что вы не сделались лучшими, но совершили грехи такие же и даже худшие. Ну мы видели, что очень многих закопали в песок через 40 лет. То есть все, кто вышел через 40 лет, вымерли все, кроме Халева и Иисуса Новина, да, те до старости жили. Если видим, что нередко и дети умирают в наказании родителям, то знаем, что Бог берет их из здешней жизни по человеколюбию. Вот это когда говорят, а вот дети сейчас умирают, убивают, ничего не повинны, и по человеколюбию он забирает их. Чтобы в жизни не делались они хуже родителей и не прожили на зло своей души. Вот так, интересно, и не прожили на зло своей души. Какие? Души или даже многих других. Вот так. Но бездна судеб Божьих сокрыла эти случаи в самой себе. Господа, такое бывает, что... Еще раз. Но бездна судеб Божьих сокрыла эти случаи в самой себе. Бездна судеб Божьих. То есть есть такое, что нам с вами не надо знать. Помните, как это у... Сейчас скажу. Нет, у Ездры. 90 книг он дал. 90 книг Ездры. Он читал их. Ну, ему прочитывали, он слышал их. И говорит, а как это все можно пересказать братьям-то моим? А он говорит, нет, только два... Господь, видай, ангел, который... То ли Господь, то ли ангел, непонятно. Нет, только 20 тебе дается книг, ты их откроешь людям. А 70 спрячь из-за сурбучной печати, чтобы никто не знал. Вот это судьи... Вот эти тайны судеб Божьих, которые мы не понимаем. А что для этого есть? Молитва Господу, и Господь открывает тебе на сердце. И познанию Слова Божьего, вот как. Вот просто так не откроет. Если ты Слова Божьего не знаешь, то не откроет. Вот кто-то говорит, я там молился, крестился, там, так далее. А лоб разбил. А ты Библию-то читаешь? Да что я читать ее? Там мне священники читают в храме. Ну, понятно. А если взять Марию Египетскую? Она вообще не читала, но знала, если слушать этого засиму-то. Ну, есть такие моменты, тайны судеб Божьих, которые... Ну, надо просто сказать, это тайны судеб Божьих. И остановиться просто, и все. Знаешь, как охота языкатиться, что-то там сказать, что я лучше, я правильнее. Ну, вот есть такие моменты. Это вот один из тех моментов, как Алексей, Божий человек, жил с родителями, они плакали, видел все это время. Сам сотрясался от рыдания в этой своей... Ну, ему построили флегелек. Это непонятно нам русскими. А Мария Египетская, нам понятно? Тоже нет. Сколько ей лет? Двенадцать. Вот она с двенадцати лет уже, знаешь, чем занималась? Да. Нет, приведи Господи. Вот тебе и здравствуйте. А сколько она, в шестнадцать поплыла? То есть в шестнадцать лет она пошла... Двадцать восемь. Пошла по пустыне бродить. Нет, ей было шестнадцать, когда она на корабле поплыла. Не двадцать восемь. Шестнадцать лет ей было, когда она поплыла на корабле, и там весь корабль она что сделала? Поняла, да? Паломники плыли в Иерусалим. Ну, то есть, понятно, что это судьбы Божьи, и нам не понять их. О, все. А где вот тут? Нет, ты помнишь, там написано, 16 лет я этим занималась. Вот так написано было. Поэтому ты испутался. Я и тогда еще сразу посчитала, думаю, 28 лет. А, 16 лет она этим занималась? Да, да, да. Вот так было. Ну, а ну, ну, как подключить-то его все равно. Ладно, все. Я в этой пословице... А сюда можно протянуть? Да. А, ну, давай. Игорь, я в этой пословице, знаешь, как понимаю, что Бог добренький, на Бога надейся, а сам не плашаешь. Да, да, да. Он кроет. Нет, а что, надо самому трудиться. Вот я так понимаю. Нет, нет, нет. А как? Правильно, правильно. Правильно, и все так понимают. На Бога надейся, сам не плашай, трудись, сам старайся и смотри за собой. Тогда уже и Господь будет. Смотри. Тут двояк. Ну, ладно. Поговори с теми людьми, которые тебе будут эту пословицу, и начнешь вот это, и расскажешь все. Так, ну, вопросы у нас какие? Глядите, давайте еще раз. Вот по этому случаю-то как раз сам, сам, сам не плашай. Надо сказать, пока человек не знает и не слышит слова Божьего, он эту пословицу исполнять не будет. Он так будет надеяться на себя и говорить, да, это я все сам, это я все сам, это я, и я, и я. Гордыня пойдет. Ну, это то же самое, что Бог-то Бог, да, ведь сам не плохо там и так далее. Вера от слышания, а слышание от слова Божьего. Пока я слова Божьего не знала, я даже уже с высшим образованием я делала так же, как и все в мире. Как что-то научит, я и исполняла. А как, слава Божьей, это я поела, тогда только Господь и коснулся, тогда только и пришло совсем другое понимание и желание спасти душу свою. Простите, если что-то не так. Вчера, показывают, вчера выпуски были из разных академий военных, ну, академий там, институты и так далее. И они все у них, девушек выпускают и юноши, юноши все бросают, идут, маршируют, потом что-то начинают говорить и все одновременно вот так вот монетки подбрасывают. Военные, уже лейтенанты с погонами, стоят полковники, генералы на трибуне, и они перед ними вот так эти монетки, и сзади звон такой, они проходят, и сзади этот звон, а девушки, они бросают лепестки роз. То есть у них головки от этих, от роз, ну, и вот так вот они раз, их бросают, они вот так вот падают, а они проходят как бы, это, говорит, на удачу у них. Что, нормально? Не, ну, можно было бы представить лепестки роз, как что-то, как бы, возжать там, что-то. Ну, а монетки, конечно, привели. Слушай, тебе адвокатом язычников надо идти работать. Нет, я говорю просто, если бы без монеток, то можно было бы подумать, что они что-то хотят, как бы, радостное произвести действие какое-то просто. А с монетками, ну, конечно, язычество полное свое. На удачу, говорит. Ну, какое радостное. То есть свернуть голову цветку, который рос, ничего плохого, никому не делал, она всего радостная. И вот он раскидать это все по... Нет, они вот так подбрасывают. Ну, и вверх, ну, все равно это все раскидалось по площади, и потом кто-то зайти... А ты видела, какие у них шапки? Убирать потом. Шапки. Кто-то думал для этих женщин, девушек, шапки эти вот такие, ну, я не знаю, как ее назвать. Блин. Да нет, она такая странная какая-то. Ну, в общем, смотрите сами. Кто-то все думал, серьезно все. У них там вооружение такое, сколько денег тратится, а они монетки подбрасывают на удачу. Это к чему говорить-то все? Они не знают, что делать, понимаешь? Они не знают. Вот в самом основании своем, для чего это все и так далее, они не знают. Нету милосердия. Ну, правильно, ну, правильно, священники там говорят, что вот надо первому кому-то начать показать любовь, там, остановиться, там, и так далее. Это все верно. Но главное не начинать. И самое главное, с кем ты разговоры-то ведешь? Вот они это верующие, они сейчас туда придут, и там у них священники... А, да, и священники стоят. Священники на трибуне же стоят, я забыл совсем. В колпаке вот он стоит, вот в этом сиреневого цвета. Стоит, улыбается, довольный. Благословляет их, конечно. Ну, ладно, что тут? Понятно все. А он должен был выйти и сказать, дорогие мои священники, а сейчас вот проезжаю, проезжаю все время мимо ритуальных услуг. И смотрю, солдаты, там, оружие и так далее. И священник выходит, полностью бритый. Молодой священник, высокий, такая машина классная. У меня вообще высокая, как дом такой. Он выходит, берет свой чемпуданчик, идет, поворачивается полностью бритый. Я как раз остановился там на переходе. Смотрю, вообще ни одной волосинке. Идет, отпевать, благословляйте. Он очень уважаемый человек. И с ним по-серьезному разговаривают люди. Вообще военность. Что говорить-то, о чем? Он должен говорить по Библии. Или священник, ну, спас канал, как всегда. И священник вопрос задает. А знаете, я думаю, вот, что, вот, о грехе там. Я думаю, что вот грех, что ты думаешь? Почему в Библии-то никогда никто не скажет? А вы знаете, в Библии написано, ни один так не говорит. Может, Стеняев единственный. Ну, у него интервью редко берут. Такой неимпозантный. Ну, да, такой интересный. Непредставительный. Непредставительный, да. Ну, весь такой расслушившийся чуть-чуть. Ну, Библию он знает отлично. Интересная же лёточка. Да, но тоже под этих, тоже вон, и нашим, и вашим. Как-то, как качок. Ну, давайте третий, пятый стихий пройдем. Я думаю, тут хорошо, да, разобрали. Ну, то есть, запомним, что мы здесь. Что в девятой главе нужно искать начало в пятой главе. Евангелие от Иоанна. А чтобы начать в пятой, никогда никто не откроет, кроме нас с вами. Давайте откроем. И я прочту вам. А потом Лена нам что-то скажет. А что она скажет? Чтобы далеко не уйти от того места, которое ты коснулся. Ну, мы и не уходим. Мы прямо на нем и сидим. И вот что написано. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему. Вот ты выздоровел. Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Это про тот, который 28 лет лежал расслабленным. При овечьей купели. То есть эту связь, пожалуйста, связь эту 38 лет. Эту связь не забудьте, что пятый овечьей купели связано с девятым. А почему? А они все время думали об этом. Не греши больше. Потому что такого никто никогда не говорил. А апостолы были такие внимательные. Они уже к словам Христа. Но они-то были внимательные. Это хорошо. Но все-таки многие вопросы они не задали. А Господь, помните, как говорит? И когда вы увидите меня, то все поймете и не спросите меня ни о чем. И когда, помните, он первый раз является при озере Тивериадском. Дети, есть ли там рыба? И потом там костер. Ну, помните, и апостол Петр был наг. Ну, наг как? У него была набедренная повязка. Они работали. Он снял. Понятно, жара там, сами поймете. Вот сейчас как жара была у нас. Раздетый был, да? Ничего такого. И он опоясался одеждой. Ну, хламиду вот так завязал. И прыгнул, чтобы поплыть к Господу. Потому что Иоанн сказал, что... Он понял, что Господь... И приплыли, и никаких вопросов не задают Господу. А там что? Печеная рыба и мед сотовый. Уже готов для них. Ничего нету. То есть чудо Господне. Ну, говори, что ты хочешь. Люблю слушать, вот, жизнь после смерти, там, православные батюшки там умирали. То есть, вот, про философский вопрос, что там душа входит в тело, вот это... Ну, да, очень интересно. И тоже такое же название и женщина. А я веники вязала из крапивы. У меня перчатки. И на три часа. Абсолютно противоположно. Делает ангел Божий, Дух Святой. И делает сатана напротив творить. Она от лица, я была ковбоем американским, и ды-ды-ды-ды-ды-ды. Начала с этого, как она умерла, и как она там... Ну, понятно, что она бесам прислуживала. Я в одном месте слушала у батюшки, что есть люди, умершие, души, которые с бесами соединяются, и у них на побегушках, как бы, бесы, в человеке уже души такие, которые не в акне идут, не в рай, а с бесами в контакт вступают и работают на них. И вот она типа того, но она называет все это по-другому, конечно, она там развлекается. Вот попом работать хорошо, да? Да. Не знаю, что не отвечаешь, миле и миле, твоя деделя. Вот. Ни в Библию, никуда заглядывать не надо. И вот там на 3 часа... Вот я патриарха смотрю, он что хочет говорить вообще? Ну вот, любота одна. Даже царь так не скажет, как он. Ну, наш президент, например. А патриарх, ну что хуй, отпевай, не отпевай, благословляй. Все хорошо. И вот, можно рассказать? Да, скажи. Самое главное, что вот, смысл-то в чем? Что рая, ада нет. Это голограммы на экскурсии, куда водят души, вот, которые возвращаются после смерти, чтобы кого-то пристрашить, кого-то там, значит, обольстить раем вот этим вот. А на самом деле, а я, говорит, там вот сколько раз умирал, сколько раз там работал и ни разу не видел никого. Ну и иерархи, вот эти чинты бесовские, видать, он их как служащими там души отправляет туда-сюда, все. И в конце, что опять надо... Ты так рассказываешь, как будто ты все прониклась и уже там побывала, там души какие-то, что-то... Я обдумываю, как стих написать на это дело, чтобы людям открыть-то глаза. Вот если я рада, как Игнать Тихонович, что у нас есть, что он нас нашел, и мы знаем гибриды, и знаем толкование. Обязательно стих нужен, ты подумай, может, и не надо никакого стиха. Люди обольщенные, мне надо что-то... Ну, обольщенные, знаешь, сколько обольщенных, и что... Ты каждого стихом... Спроси, Игнать Тихонович, Игнать Тихонович, а мне нужно писать? Дайте, я это расскажу. Игнать Тихонович же не спрашивает, на кого пишет. Как это не спрашивает? Он запрещает. Нет, ему можно писать, нельзя. Да, он запрещает другим людям писать стихи. Ты у него не знаю, можно тебе писать стихи? Ну, не, он запрещал, не знаю. А ты спрашиваешь? Да. Вот. Дайте мысли, вот она, что тело... Короче, мы все часть сверхличности, которые отделяются, вот эти тонкие материи, входят обратно в тело. Ты зачем это все рассказываешь? Тело, он ты про то, что душа в тело входит. И она вот как раз вот про эту ерунду всякую, что входит в тело. Да это ерунда всякая. Ты зачем это вообще запоминаешь-то? Давай сейчас будем о деймургах рассказывать. Чтобы людям объяснить, что бесы обольщают. А гностики, зачем тебе это надо? Ты сама им только это все поддашь, повод заниматься этим. Они потому что Библию не знают, а вот в это залезут. Бесы обольщают, я же говорю. Что ты про них заладила? Перед концом света, вот они людям голову морочают. Перед концом света, ты знаешь, когда конец света уже? Да, ну время-то такое. Что? Ну время, понятно, оно всегда время. Ну, Любовь Николаевна просит, что ты рассердил? Я ничего вообще не рассердился, я к тому, что ты так долго говоришь об этом. Я думал, ты сейчас что-то путнее скажешь. Ну, там про душу в тело как раз ты сказала, и я... Чего я сказал? Я вообще ничего не говорю, я прочитал просто. Читал, ну читал. Так это язычники, чуть-чуть одно предложение и все. Все, ты тут развела нам уже этого гностиков. Откуда взяли? Учение гностиков. Тут все от бесов. Начни сейчас еще этих языческих урс, помни. Ну ладно. У меня Дима точно так взрывается. Точно так. Вот что-нибудь скажи про обводи и все. Что тебе взрывается? Ты по делу давай, а зачем ты вот это вот начинаешь нам? Любовь Николаевна просит. Что, Любовь Николаевна? Не отвлекаться от темы занятий. Все вот это побольше, оно нам мешает. Остановись, Елена. Я понимаю, если бы ты сказала, вот как я иногда, историческую какую-то выкладку и еще время, когда это было, и как оно связано с христианством. Вот это было бы интересно. Ну, что-то есть в этом. Через это можно хотя бы к христианству прийти. Рим очень сильно связан с христианством. Рим очень сильно языческий. Вот, ты читала писателей римских, языческие рассказы их? Нет. И не дай бог, не читай. А если хочешь, немножко прочитай, ты поймешь, что там. У них мистицизм, у них демонизм на каждом шагу. Как у китайцев или у индусов. У них демоны между ними прям ходят. Они вот так вот ведут себя. А у нас вот это все, эзотерику называется, эта эзотерика, хотят ввести через Рериха, через Блаватскую, в нашу христианскую среду. Так ты мне не дал договорить. А потом она в конце сказала, откуда она это взяла? Она не умирала. Она начала книжки читать. Она говорит, подложил мне книжку кто-то, без ей подложил. Она прочиталась, вспомнила сразу. Вот другой разговор. Вот прочитай. Вот другой разговор. Это хорошо, это правильно. Вот это и надо было сказать. Так я не успела. Священник при мне, отец Герасим в Тогуле, вышел вот так вот и держит книгу вот перед собой, вот так двумя руками. И такая, главное, тишина и долго это было. Царские врата открыл все это. Ну, занавес. И вот выходит и держит Лариса Лаврова. Вот, говорит, нам правда, где все написано. Вот. А мы, говорит, что читаем? Вот это было, да. Я оттуда как сиганул, выскочил из храма, из этого. И такой, смотрю, думаю, кто за мной побежит или нет, из этих бабушек-то, которые там 10 человек. Никто не выбегает. Я такой, смотрю, думаю, сейчас рухнет все. Ну, стою и жду. Наконец, Татьяна Павловна выходит и говорит, там еще одна женщина. Такая тоже, ну, вместе там занимались, слава Божьим. И такая, а, Игорь, а ты чего убежал? И я говорю, там на него ничего не упал, потолок-то? Они такие, нет. А что, должен? Я говорю, вы не видите, что ли, что он, у него лежало на престоле. Книгу эту он взял. Лариса Лаврова. С престола. Что он напишет? Ну, вот, то, что ты говоришь. Писать перед. Да, что у нас не один бог их, а 9 или 12. Они на разных планетах живут. Что тебе буду сейчас? Ты рассказывать, что ли? Ничего, этого не надо. Остановитесь. Пойдем по теме. Так, подождите, стоп. Это священник вышел из алтаря. Мы его тоже судить не будем. Чего? А что это вы сразу про суд заговорили? Тоже? Потому что вот написано, там и там два места Писания. И что? Да не отсудите, его уже. А давайте прочитаем третье место Писания. 20 главу Деяний Святых Апостолов. Через вас самих восстанут лютые волки. И что, это уважаемый будет у вас? Лютый волк уважаемый будет? Его уже. Что его уже? Вы должны обязаны рассказать о нем другим, чтобы они не попались на этот укус. Этого лютого волка. Что вы сразу начинаете про суды разговаривать? Я вообще не уполномочен судить кого-то. Но я это знаю, я рассказываю. Это было прям при мне. Еще и что потом. Он потом с ума сошел, этот человек. И умер. Там буквально через два года. Его сняли, конечно. В монастырь там отправили и так далее. Отец Герасим очень любил Игнать Тихоновича коверкать фамилии. Я говорю, Игнатий Тихонович Лапкин вот нам говорит. Ему там, ну, местописание всякие показывал. Привозил тогда. Буклетики были. 96-97 год. Он как? Ну и там начинает фамилию коверкать. Я говорю, да нет, Лапкин. А он опять как-то коверкает. Лапкин? Вижу, колбаска у него на столе и так далее. Я не видел, как он ел. Ну, колбаска лежала. Я говорю, пост у нас идет. Он, да, 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 да. Предприниматель бывший. 59 лет там разбились. У него жена, ребенок. И он пошел в монастырь. И его там монахи рукоположили. Нагоре на таком. Нагоре можно что хуже делать. Вот такие дела. Итак, это вот ты к чему говоришь. Это не только нас, простых людей, касается. А и священники попадают под это. А все почему? Потому что Слово Божие неинтересно было исследовать. Сколько раз с ним пытался проводить занятия. Ничего не надо. Иисус, 3-5 стихи. Иисус отвечал. Не согрешил ни он, ни родителей его. Но это для того, чтобы на нем явились дела. Божие мне должно делать дела пославшего меня. Пославшего с большой буквы. Пославшего, то есть имя Бога Отца. Доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Никто не может делать. Надо вопрос этот поставить. Доколе я в мире, я свет миру. Я с большой буквы, свет миру с маленькой буквы свет. Толкование такое, блаженого феофилакта. Скажешь, что света лишен. Скажешь, что света лишен. Не вопрос, не восклицательный знак, просто констатация факта. И какой вред от того, что лишен чувственного света. Ну, света, то есть не видит. Не видит глазами. Да, не видит. Напротив, он более облагодетельствован. Ибо вместе со зрением телесным он прозрел и очами душевными. Слепота послужила ему на добро, так как через исцеление от нее он познал истинное солнце правды. С большой буквы два слова. Солнце правды. Ну, то есть Христа. Христа. Ну, вы понимаете, да? Бог Отец нас не видит до тех пор, пока мы не придем ко Христу. А ко Христу нас приводит опять же Бог Отец. То есть вот так. Он нас не видит, но он за нами следит. И любое движение наше в сторону добра, он расценивает это как первый шаг навстречу Христу. Понятно? Поэтому сказать, что Бог Отец нас не видит полностью, тоже нельзя так. Он всегда за нами бедит. Но если мы творим не дела добра, то ко Христу мы не придем. Веру дает Бог нам. В Иисуса Христа опять же. Понятно? Солнце правды. К солнцу правды. То есть, чтобы мы увидели солнце правды, нам нужно, чтобы эту веру, то есть, глаза открыл сам Господь. У меня вот стих на это солнце правды само пришло. Я даже толкования не смотрела. Солнце правды души жених. Вот родилось и все. Итак, слепец этот не обижен, а облагодетельствован. Ну, слово такое длинное. О благодетельствован. Ну, то же самое, облагодетельствован, как получил благую весть. Благую, это благая весть, еще мы как благодать называем. То есть, даром данное спасение. Вот, облагодетельствован. Ну, только здесь облагодетельствован. Оно еще, это слово говорит о том, что Бог призрел на этого человека. То есть, дал ему, открыл глаза, чтобы он увидел солнце правды. А как к нему прийти к солнцу правды? Христос сам подходит к нему. Вот, смысл какой. Смысл такой. Ну, это как в жизни Христа были вот такие судьбы Божьи, когда показано, как и нам Господь это откроет. Вот Господь Иисус Христос, Он всегда с нами рядом. Это мы от Него убегаем, мы Его отторгаем, отталкиваем. А Он всегда написано, стоит и стучит. А ручки нету у двери. Интересно показано. Почему? Потому что мы должны открыть дверь сердца. А как мы откроем, если... Кто нам покажет? Бог Отец показывает. Поэтому для Бога не надо никаких ручек. То есть, Он нам дает это понятие веры. То есть, открывает глаза. И мы открываем настоящую сердцу Своё Господу. Очень сложно и в то же время очень легко. Как бы от нас это не зависит, но зависит, куда мы пойдём. 50-й Псалом увидел внутри меня. Игорь, вот это же место. Увидел внутри меня и вилл мне мудрость Твою. Помнишь, 50-й Псалом вот этого. Тот увидел что-то доброе в человеке и вилл ему... Это прямо об этом именно. Редко ты попадаешь. Но сейчас точно... Ну, хотя по песням ты часто задумаешься правильно. У тебя много правильных посылов к Слову Божьему. Вот к тому, что мы тут рассуждаем. У тебя в песнях очень часто встречаются. Потому что я проповеди Игнатия Тихоновича. Ну, иногда, когда ты такие пишешь, там, я в саду сижу, там, что-то о жизни. Понятно, что ты просто о жизни пишешь. Итак, слепец этот не обижен, а благодетеста на. Потом всякий... А, сейчас заканчивается уже. Потом всякий, занимающийся Словом Божьим, должен знать, что частицы для того, чтобы... Вот мы с вами занимаемся Словом Божьим. Запоминайте это. Частицы для того, чтобы... Это русский язык. Частица называется. Нередко употребляется в Писании... В Писании с большой буквы... Для обозначения не причины, а самого события. Ну, сейчас так все понятно будет. Бог дал язычникам знания не для того, чтобы они, согрешая, были безответны, но для того, чтобы они не грешили. То есть это по умолчанию всегда Господь делает, чтобы они не грешили. То есть вот мы о зле с тобой разговаривали, там потом брат Вячеслав там вступился, не знаю, за кого. Ну, и так далее. Вот. Мы с тобой как раз закончили об этом. Бог знает, что такое зло. Бог знает, что такое зло. Он знает все частички этого зла. Знает, какие наказания, как он будет наказан. Как человек будет наказан. Но! И Бог наказывает. Но Он это делает попуская. Через того, кто... Отец этой злобы, который взял в этот мир и ее привел. То есть через сатану. Что-то непонятного. Как можно подумать, что я думал, что Бог берет это зло и его... Ну, вообще даже разговаривать не хочу. Когда Дубунов говорит, почему-то начинаются странные вещи. И здесь говорится как раз, Господь всегда творит добро. Он всегда хочет нашего спасения. И вот эта частичка для того, чтобы спасся. Да, чтобы ты спасся. Чтобы смерть, если коснулась тебя, то потом она тебя привела в воскресение. Вот смысл какой. Всегда. А как они грешили, то вследствие сего знание сделало их безответными. Выражением для того, чтобы явились дела Божии, указывается не причина, а следствие. Ибо через исцеление слепого прославился Бог. Мне должно делать их, пока есть день. Это 11 глава Ивана Блеатана. Пока длится настоящая жизнь, и люди могут веровать в Меня. Потом наступит ночь, когда никто не может делать. Это 11 глава. Также помните, перед тем, как пойти к Лазарю. Господь говорит это. То есть веровать, ибо делом называют веру. И так в будущем веке никто не может веровать. В будущем никто не может веровать. Там что веровать, когда будет бы сам Господь. Мы увидим его. Настоящая жизнь есть день. Мы, то есть люди. Я не про себя. Потому что мы в течение ее, как днем, можем делать. Хотя апостолы Павел хотят. Но это можем делать. Это почему? Если ты согрешил, грех совершил, то ты должен встать и идти навстречу свету. Для этого у нас есть институт покаяния. Называется институт. Это как таинство покаяния, назовем вот так. То есть для этого батюшки есть. Для этого мы прям молимся, чтобы еще Господь нам дал священника, который бы нас понимал. Чтобы был такой, как батюшка. Батюшку подхожу, что-то там. Говорю, батюшка, у вас такой крестик прямо блестит, там камушки такие. Я сделаю все для того, чтобы вам понравилось. Сделаю. Я говорю, батюшка, да, камушки надела. Шути. Ну да, такая, юмор такой это, юмор. Я говорю, батюшка, вы по-другому нравитесь. Ну камушки тоже пускай будут, ладно. Лишь бы за эти камушки потом, знаете, что было в 37-м году. Ну и в 20-м тоже. А ну не бутафорские. Я думаю, это типа стразы, да? Ну конечно, стекло. Да и дураков хватает. Итак, дальше. Что ты хотела? Я хотела сказать, что получается, что этот слепой явился объектом славы для спасения других людей. Как бы, чтобы на нем вот это показано было. Как Господь приводит к вере в Иисуса Христа людей, да? Совершенно верно. И ему не повредило, а это только явилось для спасения. Иначе, может, он вообще никогда не обратился. А вот Бог соединил и его спасение, и спасение для других людей чудо имел. Я хотел посоветовать вам, когда вы одни остаетесь, и у вас есть свободные уши, разум ничем не замутненный, ну проснулись, допустим, или ложитесь спать. Вы вспомните об этом слепорожденном, как Господь его привел, Бог привел к Солнцу правды, Господу Иисусу Христу. Просто вспомните, как говорили они. То есть запоминайте вот это. И эти размышления, они вам до такой степени сердце смягчат, что у вас молитва пойдет, и вообще то, что там какие-то неудачи, какие-то невзгоды, что-то печали какие-то, они все уйдут от вас. Вспомните, как Господь открыл. И начните думать, как вам Господь открыл. Я уже вижу, что тебе открывает Господь. Я чувствую, чувствуете? Господь открывает, какие... Да, ну вот видно, когда сестры говорят, что вот брата все жду, когда он откроется, у него тоже очень-очень-очень он близок прям. Очень близок. Недалеко ты от Царства небесного. И ваш брат Нестор. Вы с ним беседуйте, пожалуйста. Ну да, мы как бы с ним беседуем. Знаете, как Байден? Нестор. Здрасте. Ну а мы-то знаем, что брат всегда с нами. Да? Да, да, да. Понимаете. Настоящая жизнь есть день, потому что мы в течение ее, как днем, можем делать, хотя апостол Павел называет ее ночью, частью, потому что здесь неизвестны совершающие добродетель или порог. И частью по сравнению со светом, это со Христом, с большой буквы, который, с большой буквы которой, озарит праведников. Будущий век есть ночь, потому что там никто не может делать, хотя апостол Павел называет его днем, но это для тех, кто спасся. А те, которые думают о нем, а для там ночи мы не понимаем, что. Потому что праведные явятся во свете и откроются дела каждого, во свете, просто во свете явятся. То есть тот свет, которым просвещены, ну, духовный. Итак, в будущем веке нет веры, но все будут повиноваться желающие и нежелающие. А, тут говорится даже о суде еще. Потому что безбожники неправедные, они не будут желать этого, конечно. О них захотят еще. Ну, батюшка, кстати, говорил о березках, о солнце. Не один только батюшка об этом думает. И там любой безбожник какие стихи пишут. Красивые. Роберт Рождественский возьмите, почитайте. Да коли я в мире, говорит он, я свет миру. Ибо учением и явлением чудес просвещаю души. Так, ну ладно. Господу славу, Горителю Богу. Аминь. Господи, помилуй. Господи. Достойно есть я хава истину. Блажите Тя Богородицу. Присноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим. И славнейшую без сравнения Серафим. Без искрения Бога, Слово Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Благодарим Тебя, Господи, за сегодняшние занятия, что Ты приводишь нас к истине, и среди наших всех размышлений и рассуждений приводишь нас к согласию во свете Духа Твоего Святого, в разумении Писаний, и чтобы мы могли это все запомнить и понести своим ближним. Распусти нас, Господи, с миром и благослови. Аминь. Спаси Христос.